Курить нельзя, но дымить все равно продолжают. Напомним, с 1 июня этого года в силу вступил федеральный закон о запрете курения. Ограничения по которому предусматриваются не только для тех, кто страдает вредной привычкой, но и для продавцов сигаретами. Яна Олегуна выясняла, как в Забайкальском крае работает инициатива сверху. Забайкальском крае Вода для курильщиков и начинается чистый от никотина воздух, но в вокзале нет. Пассажиры отсчитывать 15 метров не торопятся. Курят там, где им удобно. Глупость человеческая без ограничений. Если человек курил 60 лет, он едет 7 суток. Как он может не курить? У него противоказания медицинские даже для этого есть. Тем не менее, сдерживаться от вредной привычки некоторым пассажирам удается, рассказывают сотрудники поезда дальнего следования. Этот состав выехал из Москвы как раз в день вступления в силу федерального закона. В нашем вагоне вообще курящих нет, вагон СВ. Ну и, как правило, по составу уже курящих практически нет. Стараются выходить на платформу по станции. А здесь получается палка о двух концах. Курить запрещено на платформах пригородного сообщения. Дальнего можно. Но что делать, если на Читинском вокзале они смешанные? У нас перрон является смешанным. Мы обслуживаем пассажиров дальнего следования и пригородного сообщения. Поэтому вопрос спорный. Но мы тоже этот вопрос решаем. Но пока категорического запрета на курение на наших перронах нет. Зато категорический запрет на курение отныне действует в кафе, барах и ресторанах, чтобы проверить, работает ли он, отправляемся в развлекательное заведение. И действительно, там, где раньше посетители дымили, как паровозы, теперь табачным дымом и не пахнет. Зато ощущается запах кальяна. И увидели в пятой по счету точке нашего рейда. Молодые люди курили и сигареты, и кальян. Что касается последнего, специалисты Роспотребнадзора отмечают. Вдыхание табака в любом виде в общественных местах под запретом. Следить за исполнением закона должны несколько организаций. У полиции полномочия усеченные. Они составляют только в тех запрещенных местах, которые признаются общественными местами. Более широкие полномочия по составлению административных протоколов – это у Госпошнадзора и Роспотребнадзора. Общими усилиями контролирующей организации края за первую неделю июня оштрафовали около 200 человек. Среди нарушителей не только курильщики, но и продавцы сигарет. В торговых точках, не считая ларьков, в которых продажа никотиносодержащих веществ вообще запрещена, табачную продукцию теперь должны прятать в специальные кэши. На виду товара быть не должно. Весь ассортимент отныне в таких списках. Абсолютно все пункты федерального закона – от штрафов до прятания сигарет ради одной цели. Чтобы российское население было здоровым. Ведь, как известно, никотин убивает не только лошадь, но и человека. Яна Легун, Дмитрий Денисов, Вести, Чита.